У нас вот очередной откос. Откосы в дырочках. Подоконник треснутый. Сейчас его будем менять. И этот откос тоже менять. А этот откос останется. Продолжение следует. Аккуратно вытащили. Откос не повредили. Вырезаем новый подоконник. Новый подоконник мы выпилили. Посмотрели, что он подходит везде. Сейчас мы его назад вытаскиваем. Там надо будет его пропенить. Как следует, чтобы было все по ГОСТу. Ага, вытащили. Запениваем. Ну и все, и вставляем подоконник. Оп, здесь встал. Здесь тоже встал. Ну и осталось засунуть откос боковой. Сейчас мы его выпилим. Откос мы выпилили в размер. Теперь его туда устанавливаем. Новый откос у нас. Теперь нам надо его запенить. Запениваем. Около стены. Поджимаем. Ну и прижали по всей высоте скотчем. Ждем, пока высохнет. Так, после того, как пенка встала, мы убираем наш скотч. Убираем защитную пленку. И подрезаем эту лишнюю пенку. После этого мы берем F-профиль, так называемый. Вот. И одеваем его на откос. Изначально, конечно, его надо вырезать ровненько. Он просто втыкается. Его вклеивать не надо. Все. Профиль у нас оделся. Тут мы подмазывали штукатуркой. Сейчас это лишнее всего берем. Здесь все замазали. Остается жидким пластиком. Проходим все жидким пластиком. Все, значит, подоконник установили. Откос установили. Все замазали. Подоконником тоже все замазали. Все. Работа по замене подоконника закончена.